Примерно раз в квартал сотрудники службы судебных приставов всех регионов проводят Всероссийский день рейдов. В этот день они выходят для того, чтобы проверить имущественное положение должников. В Ивановской области, по данным службы судебных приставов, проживает 6 тысяч должников. На них числится 1 миллиард 100 миллионов рублей задолженности. Адресов должников в каждом отделе очень много. Застать дома недобросовестных матерей и отцов непросто. Они редко работают, но и в квартирах не бывают. В основном, конечно, пьют. По первому же адресу удачи. Алименчик отец на месте. Проживает у новой гражданской жены. На работу не устроен, долг копится. Пока он 120 тысяч рублей. О том, что вы ограничены в праве управления транспортным средством, вам... Я поэтому таксовать не могу. Я вам сейчас дам установление, вам необходимо будет его подписать. О том, что у вас задолженность более 10 тысяч, вам известно? Да, вот здесь вот пишите, что ознакомлены. Взять с него нечего. Все в квартире принадлежит сожительнице. Центр занятости при трудоустройстве не помогает. Что делать, мужчина не знает. Приставы снять ограничения на управление транспортным средством также не могут. К сожалению, не все должники добровольно отдают свое имущество. Но, тем не менее, у судебных приставов есть полномочия. Мы забираем это имущество принудительно. Данные имущества передаются на реализацию. При реализации денежные средства перечисляются от реализованного имущества непосредственно взыскателю. А здесь живет трудоустроенный папашка. Работает на полставки, ребенку перечисляет по паре тысяч в месяц. А долг числится за прошлые годы. Большой. Около 400 тысяч рублей. С 2017 года работодатель не предоставлял информацию об остатке долга, а также о перечислении раз в квартал алиментных платежей. Также должник сам не приходил в службу судебных приставов, хотя он должен был посещать нашу службу и сообщать о новом месте работы, а также о платежах, которые у него удерживаются с работы. Все недобросовестные родители говорят, что с детьми общаются и вопросов к ним быть не должно. Все решено полюбовно. Приставы не верят, слово к исполнительному производству не пришьешь. А планируете как-то ребенку помочь в преддверии 1 сентября, праздника? День рождения, день, когда 8 августа был день рождения. 8 августа, а 1 сентября? Ну не знаю пока. Как мама позвонит, скажет, что надо так. Я думаю, вам необходимо по своей инициативе. Да мы с ней общаемся так без вас на языке нормальном. Исполнительное производство на неработающих алименщиков длящиеся. Заработка у них нет, долги копятся. Приставы забирают имущество, должники его выкупают. И так по кругу, вплоть до административного, а затем и уголовного наказания.